МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире РИКО-ТВ программа «Каждый день». Как обычно, мы рассказываем о том, куда сходить и на что посмотреть. Также информируем о фильмах на телеканале РИКО-ТВ и в кинотеатре «Локомотив». И, конечно, прогноз погоды. 18 августа в городе и области также жарко, поэтому принимайте солнечные ванны, ведь осень не за горами. В Мортуке 34 градуса. В Волге столбики термометров покажут 33 градуса. В Хромтау немного прохладнее, если можно так сказать, 30 градусов тепла. В Бадамше синоптике прогнозируют также 30 градусов. И в Шалкаре температура днем будет держаться на отметке 34 градуса. А сейчас о погоде в нашем городе. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok 19 августа в 19.00 пройдут показательные выступления фитнес-клубов города. Выступления детской спортивной школы Ак-Тубе, восточных видов спорта, показательные выступления бразильского боевого искусства Капуэра. Также дворовые клубы Ак-Тубе представят свои номера. Все это будет проходить в парке имени первого президента возле флагштока. Тяжелоатлет из Ак-Тубе Фархад Харки стал обладателем бронзовой медали на проходящих сейчас в Рио-де-Жанейро 31-х летних Олимпийских играх. В связи с этим приглашаем всех актюбинских болельщиков на встречу призера 22 августа в 12.00 в аэропорт Ак-Тубе. 18 августа в 21.00 на телеканале Рико ТВ смотрите фильм «С глаз долой и сердце вон». Алекс Флетчер когда-то был суперзвездой, но спустя время его популярность стала постепенно угасать и фактически сошла на нет. И вот случай дает ему еще одну возможность. Алексу предложили записаться дуэтом с мегапопулярной певицей. Только для того, чтобы это осуществить, Алексу надо за несколько дней сочинить текст для песни. Наш супергерой никогда в своей жизни не написал ни одной строчки. И уже практически отчаялся, но тут появилась молодая Софи, которая обладает талантом написания текстов. Между Алексом и своей нравной девицей вскоре вспыхнули чувства. А в 00.30 18 августа смотрите фильм «Тринадцатый район». 2010 год. Париж. Из-за разгола преступности некоторые особо опасные районы французской столицы превращены в закрытые зоны и отгорожены от благополучных кварталов бетонной стеной. За ней бурлит совсем другая жизнь. Здесь процветает торговля наркотиками и оружием. Здесь давно не работают школы и поликлиники. Здесь полиция не стоит на страже закона, а лишь защищает себя или же сама поддерживает беззаконие. Б-13. Тринадцатый район. Да, странно, что у этой бомбы такой код. 92, 93 – это номера квартала, где мы находимся. Совпадение. Дамьен, подожди. Эта бомба не должна была сюда попасть. Почему ее код совпадает с номерами квартала? В любом случае, ее нужно обезвредить. Дамьен, а вдруг все наоборот? Что наоборот? Вместо того, чтобы обезвредить, ты ее взорвешь. У тебя крыша поехала? Тогда бы меня не посылали, она бы сама взорвалась. А как бы они узнали, что бомба в нужном месте? Тебя ведь об этом, шеф, спросил? Точно ли ты в центре тринадцатого района? Да, но это стандартный вопрос. Это ловушка, Дамьен, я уверен. Мне плевать, не мешай работать. Я уже один раз спас тебе жизнь. Я офицер и привык выполнять задания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрели программу «Каждый день». Делитесь с нами интересными новостями, и мы обязательно об этом расскажем. Отличного вам настроения, и до встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин